Советский Союз практически, ну, почти ничего не экспортировал, потому что выпускал дрянь. Вот его вся промышленность, эта хваленая сталинская индустриализация, выродилась в такого урода, который, что называется, ни себе, ни людям. По всем показателям, сейчас люди живут лучше, чем они живут тогда. Они не живут меньше. Они не живут меньше. Во-первых, мы достигли... Но это не так. Это так. Вот, опять же, продолжительность жизни и смертность. Значит, продолжительность жизни начала падать еще при Хрущеве. Да, она продолжала падать. И так далее. Последние же годы она растет, что говорит о нас, как о биологическом виде, что мы находимся в улучшающихся условиях. Но эти улучшающие условия... А при Хрущеве они уменьшались. Хрущев, выходя на трибуну своего съезда партийного, своей этой партии, да, говорил, что как же так получается своим партийным этим... Но я вам про другое говорю. Как же так получается, что мы не можем, имея такую территорию, прокормить страну? А Голландия, которую на карте можно ногтем закрыть, производит столько этого масла, что мы вынуждены у них это масло покупать. Александр Петрович, Почему Советский Союз накормить себя не мог? Аппоненту это будет вопрос. Я же еще не ответил на ваш вопрос. Давайте, давайте. Так вот, учитывая уровень жизни тогда и сейчас, мы можем сказать, что да, вот ликвидация этого неэффективного строя настолько повысила его... настолько повысила эффективность. При всех огромных вопросах к экономике России, которые существуют сейчас, она настолько повысила эффективность, что уровень жизни вырос. Теперь по поводу того, кто еще продает нефть. Такие развитые страны, как Норвегия, например, или Канада, они тоже продают ресурсы. И при этом Россия, если посмотреть на графики, вот если я их сейчас найду, у них миллион, мы увидим, что Россия развивается быстрее, чем эти страны, которые продают свои ресурсы, развитые страны. Хотели ответить по поводу экспорта машин? Вот это очень важное. Вы хотели сказать реплику, но не сказали. Забыли, что ли, что хотели сказать? А, мы же помним, значит, что Советский Союз богато снабжал машинами, в том числе военными, там, грузовиками и так далее, всех своих друзей, да? И сейчас мы эти долги списываем вот тем друзьям, которые совсем, ну, это уже другой вопрос. Так вот, кто-то из блогеров, чуть ли не Тема Лебедев, побывал где-то в Африке и сфотографировал вот эти терриконы из советских автомобилей ржавеющих. Это просто кошмар, во что превратилась наша страна, и куда мы все это все выкидывали и распыляли. И теперь гордимся тем, что мы это выбрасывали и распыляли, ничего не получая взамен. Так вот, по поводу, вы сказали, недостатка и избытка либерализма. Все проблемы сегодняшней России заключаются в недостатке либерализма как агента в ее экономике. И то, что вы этого не понимаете, для меня неудивительно. Я с этим сталкиваюсь довольно часто. Вот совсем недавно, опять-таки, возвращаясь к ЖЖ, видел большой пост некоего гражданина, которого не стану даже пиарить и рекламировать, который описал следующую ситуацию. Маленькую компанию в регионах авиационную задушили крупной с помощью министерства вот этого нашего летного, просто проплатив чиновникам. И те не выдали положенные этой маленькой компании разрешения. И вот этот дурачок, которого я не буду рекламировать, пишет, что же ваш рынок не справился, что же ваш либеральный рынок не сделал этого. Потому и не сделал, что недостаток либерализма, то есть конкурентности в этом рынке, и избыток руководящего, управляющего рынком, в скобках, чиновного начала. У Путина есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы Путина в том, в чем обвиняют оппоненты мои. Они кричат, что Путин окружил себя командой либералов, кричат мои оппоненты. И вот тот же Хазин, например, кричит, а, кругом одни либералы, сплошной либеральный дискурс. И тут же, тут же, я слышу, буквально две минуты назад, о том, что либерализма стало меньше. Вдруг что там внутри своей команды, как-нибудь определитесь, больше его стало или меньше. Мы-то определились. Мы считаем, что его недостаточно. Его нужно больше. Именно поэтому команда Путина говорит о дальнейшей приватизации, господоприятии и так далее. Но больше у нас было в 90-е. Пожалуйста, больше. В 90-е и бардака было больше, и всего было больше. И вообще 90-е, это не совсем показатель, потому что рухнула вот та ужасная система античеловеческая, советская, которая существовала. И это обрушение, то есть перестройка от неэкономики к экономике не могла обойтись без катастрофы, без сброса балласта, без сброса, без ликвидации тех предприятий и той части экономики, которая впустую переводила сырье. Мы знаем фруктовые войны, вам о неизвестном что-нибудь говорят, эти фруктовые войны в Латинской Америке. Бананчики, бананчики. Ну, бананчики, да, бананчики. Бананчики, сколько было переворотов, после чего заказы. Я вам другое скажу. Вспомните Каучук, да? Безусловно, да. Какая это была империя? Какие целые дома разрезали, вот мраморными кусками перевозили туда в Латинскую Америку, там все пухло на этом Каучуке. И вдруг пришел научно-технический прогресс. Синтетический Каучук, все равно. Синтетический, все так заброшу. А теперь я вам... Нет, я вот честно. Ничего они не смогли сделать. Это все понятно, но речь о другом. Я-то про другое говорю, что жесткая конкуренция существует, и так уж прямо говорить, что у нас такая честная конкуренция, очень было бы сложно. А для того и существуют такие организации, как ВТО, чтобы было честнее конкуренции, чтобы было проще, чтобы можно было проще выйти на рынок со своими товарами, чтобы не было занос и задиров при выходе на этот рынок. Масса экспертов, которые здесь присутствуют, присутствовали и приходили экономисты постоянно, и промышленники, кстати, в том числе производители наших тракторов. Ну, конечно, они будут лить крокодиловые слезы. Конечно же. Они постоянно... И вы бы еще АвтоВАЗ пригласили и сказали, вам не прокуренты. И они бы сказали, нет, вы что, традиционная наша ценность, Жигули, традиционная ценность, православие, Жигули, всякая дрянь. Ну, уважаемый оппонент, вспомнил предание старины глубокой, 91-й год, каких-то людей, которые написали, что они не удались. Ну, давайте же посмотрим, как они не удались. Нам говорят, что Советский Союз там на излете, да, и молодая Россия, мы занимали миллиарды, да. Как же не удались, сделав долги огромные, катастрофические, миллиардные долги, многомиллиардные. Как же не удались наши реформы? Внешний долг сейчас 2,1% от ВВП. Мы не только досрочно расплатились с этими долгами на фоне неудачных реформ, мы их свели почти до нуля. И вот эти все графики, которые растут вверх, да, это российские графики, это рост ВВП и так далее, это тоже свидетельство неудачи реформ. У нас когда-то, в те же 90-е, начало 90-х годов, помните вот это выражение, ножки Буша? Мы все были завалены мороженными ножками Буша. Теперь не завалены. Почему? Потому что у нас своя промышленность, вот эта вот птицеводческая, развелась. И если нам будут говорить, вот сейчас этатизм растет в Европе. Да, количество социализма в Европе, накапанного вот этого яда, растет действительно. Но чужие недостатки, это не повод стремиться к ним. Это то, что гасит и флегматизирует экономику Европы. Это то, что убивает их экономику. Либерализм, вот что такое. Все люди равны юридически. Все люди неравны по своим способностям. И каждый, работая друг на друга, да, обеспечивая друг друга, живет в меру своих способностей. Вот что такое либерализм. Никто не вправе отнять у другого плоды его труда. Вот что такое либерализм. Ни один чиновник, прикрываясь никакими там высокими идеалами и криками о том, что давай я у тебя отниму и отдам в пользу бедных, бесталанных, тупых, не может отнять у вас то, что вы заработали. Всеобщая договоренность о допустимых изъятиях, которые должны быть невелики. Минимальная государственная, то есть бюрократическая машина. Вот что такое принцип здорового живого организма, а не вот этот социалистический костыль, который вы хотите воткнуть в живой организм, подчиняясь своим каким-то умозрительным идеям о целесообразности. Вот и все.